Девушки отдыхают Они военные преступники и ответят за все За миллионы застреленных Повешенных Замученных в неволе Отравленных газом Сожженных заживо в печах Первые слова обвинения на Нюрнбергском процессе Были о том, что преступления нацистов Имеют столь разрушительные последствия Что цивилизация погибнет Если они повторятся вновь Их могли убить без разбирательств Но судили честным судом Чтобы вынести приговор абсолютному злу Нацизму Прошлому, настоящему и будущему Приговор без права на помилование Субтитры создавал DimaTorzok Январь 1942 года На подступах к столице СССР Немцы терпят свое первое крупное поражение Во всем мире становится понятно Красная армия имеет шансы остановить Гитлера Тем временем Европа практически полностью захвачена Правительства девяти оккупированных Германией стран Находятся в изгнании Великобритании Воодушевленные победой под Москвой Они собираются на конференцию Где впервые на международном уровне Звучит призыв привлечь к ответственности Нацистских военных преступников Эту декларацию поддержали правительства Соединенных Штатов Америки и Британии В Лондоне тогда говорили, что нужно обсудить Только место для виселиц и длину веревок Вопрос, что делать в будущем с военными преступниками Даже поднимали в парламенте Но о международном суде и речи не шло Когда его один из депутатов спросил Министра иностранных дел Или секретаря по иностранным делам Великобритании Энтони Идена А что британскому солдату следует делать с Гитлером Если он Гитлера возьмет в плен И Иден сказал, что я бы оставил это решение За этим британским солдатом За океаном тоже обсуждали наказание Для верхушки рейха Но большинство предложений сводилось к тому Что нацистов нужно просто убить Что делать с испорченными, злобными, Помешанными на геноциде сливками Германского руководства Некоторые придерживались мнения О проведении казней Изначально это было мнение меньшинства Но со временем оно переросло В точку зрения большинства людей Об открытом юридическом процессе Изначально говорили только в СССР Уже в ноябре 1942 года В Союзе начала работу Чрезвычайная государственная комиссия По расследованию злодеяний нацистов Британия и Франция Стали собирать доказательства Военных преступлений немцев Только через год А Соединенные Штаты Лишь после высадки союзников в Нормандии В июне 1944 года Собранные факты в конце концов Сделали возможным проведение Над нацистами международного суда Американцу Бенджамина Ферренсу 101 год В 1944-м он, сын эмигрантов из Трансильвании Решил, что должен воевать с нацистами Говорит, даже пришлось добиваться, чтобы его призвали Меня никуда не хотели брать из-за низкого роста А я очень хотел быть полезным Я из еврейской семьи и очень хотел воевать Внести свой вклад в попытку остановить этого жуткого диктатора Но меня все-таки взяли рядовым И я принимал участие в высадке в Нормандию И других значимых битвах Но долго воевать Бену не пришлось Узнав, что в армию он ушел с последнего курса Гарвардской юридической школы Из артиллерии его перевели в подразделение По расследованию военных преступлений Первым заданием 25-летнего следователя Стал сбор доказательств об убитых экипажах Американских летчиков Это была тяжелая и страшная работа Трупы часто сбрасывали в реки Или просто в ямы Я должен был отыскать место Идентифицировать останки По кодовому номеру внутри пояса Вскоре вспоминает Бенджамин От передовых частей стали поступать Тревожные сообщения о каких-то лагерях Полных изможденных голодом людей В лохмотьях У меня был джип с особыми номерами И я отправился выяснять, что происходит Лагерей было много Я приехал в Бухенвальд Увидел там работающие крематории Груды костей, человеческих тел Еще живые люди вели себя подобно крысам Рылись в мусорных кучах в поисках еды Это было жутко Американские командиры часто не могли сдержать солдат От незамедлительной расправы над палачами Как, например, случилось во время освобождения концлагеря Дахау Там солдаты, обезумевшие от вида 40 вагонов С полуразложившимися трупами и газовых камер Доверху заполненных убитыми На месте расстреляли 650 эсэсовцев и охранников лагеря смерти Массовые расправы над нацистами устраивали И советские солдаты Но в СССР уже с июля 1943 года Над военными преступниками шли открытые процессы Первый состоялся в Краснодаре Судили предателей, убивавших своих соотечественников В составе зондеркоманды Через полгода в присутствии иностранных журналистов Суд в Харькове приговорил к смерти через повешение Четверых преступников Причастных к массовому удушению людей в газенвагенах Так называемых машинах-душегубках СССР был готов судить нацистов самостоятельно Юридически доказывая их вину Запад это не устраивало В феврале 1945 года На Ялтинской конференции Лидеры СССР Соединенных Штатов Америки и Великобритании Приняли решение о проведении Международного трибунала над нацистами Ничего подобного мировая история не знала То, что нацисты совершили чудовищные преступления Было понятно Но как это доказать юридически На международном уровне Понадобилось полгода, чтобы Европейская консультативная комиссия Состоявшая из представителей Четырех держав-победительниц Приняла в Лондоне устав Международного военного трибунала Устав Международного военного трибунала Который был согласован в Лондоне в 1945 году Стал действительно революцией в международном праве Была четко закреплена уголовная ответственность Индивида, физического лица Непосредственно на основании международного права То есть были сформулированы составы Основных международных преступлений Преступлений против мира Военных преступлений И преступлений против человечности Место проведения трибунала Согласовывали лично с главами СССР Соединенных Штатов Америки Франции и Великобритании Судить нацистов решили в древнем немецком городе Нюрнберге Символично, именно здесь Гитлер объявил о создании тысячелетнего рейха В свое время тут построил замок король Германии Фридрих Барбаросса Именем которого был назван гитлеровский план нападения на СССР Нацисты собирали здесь свои съезды, провозглашая расовые законы После бомбардировок в городе уцелел дворец правосудия Это был целый комплекс сооружений с отдельным залом для суда присяжных И большой тюрьмой позади главного строения Поскольку Нюрнберг находился в американской зоне оккупации Всю подготовку процесса взяли на себя Соединенные Штаты Главным организатором трибунала был назначен судья Верховного суда США Роберт Джексон Он последовательно настаивал на проведении Полноценного состязательного процесса над нацистами В котором будут представлены и обвинения, и защита Предполагалось, что Джексон будет исполнять судейские функции В реальности у президента Трумэна был иной план Поручить ему, как специалисту высочайшего уровня влияния И судейской престижности, именно обвинение Готовили главный юридический процесс в истории человечества в спешке Меньше чем за четыре месяца необходимо было согласовать Различия в системе права стран-союзников В процедуре предварительных расследований и судебных заседаний Все это вызывало множество споров, порой даже комичных Например, судьи от СССР категорически отказались надевать судейские мантии А тем более судейские парики, как это было принято в Великобритании Но со временем оказалось, что процесс организован очень серьезно Что там действительно есть возможность, скажем, у адвокатов представить свою позицию Что судьи всерьез изучают те аргументы, которые после очень долгих согласований Сложных согласований представила сторона обвинения Проведение трибунала несло огромный риск Судебный процесс давал нацистам новую трибуну На этот раз мировую Тем, кто начинал свое восхождение к власти с выступлений, с убеждения людей И это при том, что в 45-м, несмотря на поражение в войне У верхушки поверженного рейха все еще было множество последователей И в Германии, и за рубежом Накануне капитуляции Германии соратники Гитлера за его спиной на перегонки Пытались договориться с США и Британией Организатор Холокоста, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер Уже в апреле 45-го года вовсю вел переговоры через нейтральную Швецию Обращался к американскому генералу Эйзенхауэру Обещая, что Германия капитулирует и даже называл себя временным лидером германского государства Не отставал от него и рейхсмаршал Герман Геринг Который буквально потребовал у Гитлера передать ему власть Обоих любимый фюрер в своем завещании от 29 апреля 45-го года Лишил всех званий и даже членства в партии Через 12 дней Гиммлер под видом сержанта Вермахта бежал в сторону Запада 21 мая он был задержан британскими властями Через два дня на допросе назвал свое настоящее имя Он рассчитывал, что с ним начнут вести переговоры Но когда понял, что этого не будет, раскусил ампулу с ядом Геринг, который по приказу Гитлера находился под домашним арестом Сдался американцам вечером 7 мая 1945 года Он тоже рассчитывал, что сможет представлять интересы Германии перед Западом Когда его арестовали, он ожидал, что к нему будут относиться Как к лидеру побежденной нации Со всей лояльностью, любезностью и уважением По началу американцы не знали, как поступить с высокопоставленным нацистом Вот кадры ранее засекреченной хроники Геринг даже дал пресс-конференцию трем десяткам журналистов Британии и США Он был уверен, его примут как переговорщика Но просчитался Высокий уровень настороженности Обычное условие содержания, минимальная лояльность К нему отнеслись, как к врагу Начиная с конца апреля 1945-го Начались спецоперации советской армии и сил союзников По поиску и поимке высокопоставленных нацистов В день самоубийства Гиммлера Был арестован формальный руководитель Германии Вместе с правительством Это был Гросс-адмирал Джонетс Которому Гитлер передал власть Еще двух будущих подсудимых Выдали случайно узнавшие их люди Высокопоставленных нацистов Находили в горных хижинах В древних замках Во время облав в городах Но искали их не только для трибунала Разведки стран-победителей Активно охотились и на носителей Военных секретов Германии Таких тайно вывозили из страны Известно, что в СССР Был вывезен вместе с коллективом Разработчик стрелкового оружия Хуго Шмайсер А в США нацист и член СС Вернер фон Браун Создатель ракеты Фау-2 Именно он стал отцом Американской ракетно-космической программы Англичане вывозили Американцы вывозили мы За научное, политическое, военное Наследство Третьего Рейха Шла борьба Понимаете, ведь люди обладали Очень колоссальным опытом Но это не коснулось пойманных Лидеров Рейха Их интернировали в Люксембург Где держали под охраной В удаленной от цивилизации Курортной гостинице 12 августа 45-го года 15 из них, самых высокопоставленных Перевезли самолетом в Нюрнбергскую тюрьму Других доставили туда Из тюрем и лагерей Где они находились после ареста Оставшихся в Люксембурге И нацистов привлекли к ответственности В последующих трибуналах Некоторых судили в тех странах Где они совершали свои преступления Всего в Нюрнбергский список Попало 24 фамилии Но на скамью подсудимых Сел только 21 обвиняемый С разбитого инсультом промышленника Круппа Обвинения сняли по болезни Начальника партийной канцелярии Личного секретаря фюрера Мартина Бормана Не нашли и решили судить заочно А руководитель Германского трудового фронта Роберт Лей Сумел повеситься в камере Разорвав на полоски полотенца Всего за пять дней до начала процесса Подсудимым предоставили Беспрецедентные права на защиту Уже за месяц до начала процесса Каждому вручили обвинительное заключение Дали возможность выбирать себе За счет трибунала Лучших в Германии адвокатов Вызывать любых свидетелей защиты Запрашивать документы Им предоставляли нормальные условия Содержания под стражей Как узникам военного времени Гражданское правосудие устанавливает Что к военным подходят в суде Как к управленческой элите Как к лидерам побежденного государства Уже без властных полномочий И в процессе осуждения так Будто они джентльмены На ремонт дворца правосудия Было выделено 10 миллионов рейхсмарок Для работы 250 журналистов Протянули 200 километров телефонных кабелей Установили телеграфное оборудование Зал судебных заседаний Расширили с 200 до 500 мест Создали отдельную галерею для зрителей Но главным техническим достижением Стала система синхронного перевода Она могла обеспечить перевод Одновременно на 5 языков Для 200 человек Вот там слева Вы можете увидеть место Где сидели подсудимые Перед скамьей сидели их адвокаты Напротив Лицом к лицу с подсудимыми Судьи Окна были все время закрыты Шторами и соображений безопасности Боялись, что вон с тех крыш Снайпер убьет подсудимого Или ранит кого-то из судей На старом судейском месте Между двумя дверьми Расположили экран Для демонстрации кинодокументов Перед этим экраном Было место для дачи Свидетельских показаний Оно было повернуто лицом к залу А здесь, где я сейчас нахожусь Располагалось небольшое место Для прокурора 20 ноября 1945 года Председательствующий британский судья Лоуренс открывает процесс После оглашения обвинения Каждого из подсудимых Вызывают для ответа на вопрос Виновен или невиновен Первым подняли Германа Геринга Прежде чем я отвечу на этот вопрос Я хочу Начал Геринг Но судья его оборвал Отвечайте по сути Виновен или невиновен Не виновен Заявил тот Вслед за Герингом Отрицал свою вину Каждый из подсудимых Уже тогда стало понятно Что верховодец среди них Вовсе не официальный преемник Гитлера Денитс У Геринга Километры пленок немецкой хроники Джексон был уверен Этого с лихвой Хватит для того Чтобы судьи поддержали обвинения Его вступительное слово Вошло в мировую историю Преступления Которые мы стремимся Осудить и наказать Столь преднамеренные Злостные И имеют столь разрушительные Последствия Что цивилизация Не может потерпеть Чтобы их игнорировали Так как она погибнет Если они повторятся Речь Джексона Яркая Убийственная Это выступление Сразу назвали Одним из лучших В истории юриспруденции Присутствующие были уверены С таким напором И красноречием прокурора У подсудимых Нет шансов оправдаться Для усиления эффекта В зале трибунала Демонстрируют Четырехчасовой Американский фильм Нацистский план Он был смонтирован Из лент Немецкой пропаганды Задумка была такая Нацисты Сами себя Изобличат Но когда зажегся свет Обвинитель Джексон Опешил Геринг был В восторге Теперь даже Прокурор Захочет вступить В нацистскую партию С издевкой Заявил нацист Однозначно Обвинувачение Програло Не можно Доказовым материалом Користоваться Американскими операторами Толстяк-наркоман Грабитель музеев Общеголявший под конец Войны в белом кителе И идиотских красных ботфортах С пряжками Сможет дать Жесточайший отпор Американскому прокурору Довести на перекрестном допросе Одного из лучших юристов мира Буквально до истерики Я вижу Трибунал потерял контроль Если можно так сказать У нас нет контроля За ситуацией За пределами Зала суда Стоит огромный Социальный вопрос Возрождение нацизма И это одна из целей Подсудимого Геринга Всем было понятно Прокурор потерял контроль За ситуацией Это видел и судья Лоуренс Который Разрешил Герингу Отвечать на вопросы Так Как тот считает нужным Негласное правило Для любого юриста Не задавать вопрос На который ты сам Не знаешь ответ Сюрпризов быть не должно Что примечательно Геринг был и умнее И осведомленнее И крепче Чем другие обвиняемые Джексон плохо подготовился Чтобы справиться с ним Дальше больше Геринг позволял себе Даже обвинять обвинителей Мол вы не имеете Права меня судить Вы и сами делали то В чем теперь Обвиняете Руководство Рейха Не было абсолютно Безвинных стран К примеру В моей в США Была политика Расизма По отношению К темнокожим Гражданам Как гражданам Второго сорта Советский Союз Не был бастионом Прав человека Франция и Британия В своих колониях Не были поборниками Справедливости в целом Скелеты были В каждом шкафу Но тут речь шла О геноциде в Германии Однажды побывав В лагере смерти Больше параллелей Ни с чем в истории Не выстроишь Первый перекрестный Допрос Геринга Стал одним из самых Драматичных моментов Трибунала Внезапно стало ясно Война не закончена И побежденный нацизм Все еще Непобежденный нацизм А трибуну Которую союзники Собственноручно Дали подсудимым Те используют С разрушительной Для хрупкого мира Силой В своих воспоминаниях Заместитель Председательствующего Судьи Лоуренса Судья Норман Биркетт Писал Геринг это человек Который сейчас Реально завладел Процессом Совершенно очевидно Что на скамье Подсудимых Оказалась личность Выдающихся Хоть и направленных Во зло Качеств Украинский городок Носовка Черниговской области Здесь В 1907 году В многодетной семье Потомственного Казака Андрея Руденко Родился Сын Роман Через 39 лет Он войдет В историю О нем 10 апреля 46 года Напишут Американские газеты Руденко Застрелил Геринга С самого начала Великой Отечественной войны Роман Руденко Тогда начальник отдела В Союзной прокуратуре Писал начальству рапорта Просил отправить его На фронт Добровольцам Ему все время Отказывали Как оказалось позже Берегли для самой Главной Юридической битвы Второй мировой войны В 1945 году Уже прокурор Украинской ССР Роман Руденко Стал в Нюрнберге Главным обвинителем От Советского Союза Известно Что на эту должность Метил генпрокурор СССР Вишинский Он был крайне Недоволен назначением Руденко Но повлиять На ситуацию Не мог Это была фигура Третий Николай Прошел концлагерь Сам Роман Руденко Где на них Працюватом Словяни Яких Позднее Он просто Рубающими словами Говорил Те Дивлячись в очи Дивлячись в очи Проти чого А Геринг Просто Ковтав Свои слова Руденко Руденко знал Сломает Геринга Вслед за этим Посыплется защита Других обвиняемых При этом Он как никто другой Понимал Перед ним Не шут А летчик Сбивший 22 самолета Награжденный Высшими Боевыми орденами И медалями Мои бюсты Еще будут стоять В каждом Немецком доме С достоинством Заявлял Геринг На процессе Идеолог Нацизма Розенберг Партийный Заместитель Гитлера Гесс Министр Иностранных Дел Риббентроп Президент Рейхсбанка Функ Начальник Главного управления Имперской безопасности Кальтенбрунер Кейтель Йодль Франк Штрайхер Заукель Каждый Из подсудимых Был по мнению Гитлера Лучшим В своей области Но Геринг Это особый случай Создатель Штурмовых отрядов Фюрера А после Гестапо И Люфтваффе Президент Рейхстага Фактически Приведший Гитлера К власти И лично Провозгласивший Людоедские Расовые законы Только те люди Могут быть гражданами Рейха Кто являются немцами Или принадлежат Близкородственным Нациям И готовы Преданно служить Немецкому народу И рейху Могут быть гражданами Могут быть гражданами Ничем иным Как требованием Беспощадно Грабить Оккупированные Территории Вам вручили Этот документ Страница 119 Немецкий текст Обзац Подчеркнут Красный карандаш И нашли это место Очень хорошо Тактика защиты Подсудимых Была в сущности Проста Они или все Валили на Гитлера Или утверждали Что заботились О благе Великой Германии И просто Выполняли приказы Ни в каких Заговорах Против других стран Не участвовали Руденко Был к этому готов Он предложил Руководству СССР Крайне Рискованный шаг Тайно Доставить в Нюрнберг Ключевого Свидетеля Который Лично укажет На виновных В нападении На СССР Докажет Злой умысел Первый пункт Обвинения Заговор На котором Настаивал Американский Обвинитель Многие В Москве Были против Но Руденко Настоял Зная Чем ему Это Грозит Да Страх того Что человек Откажется От своих слов Страх того Что человек На весь мир Заявит О том Что меня принудили Он рисковал Своей жизнью Это вот без всякого Он же понимал Что ответственность Там не фигураль Не снятие С должности Его бы просто Вычеркнули бы Из жизни Не только его Сколько вам нужно Времени Чтобы доставить Вашего свидетеля Спросил прокурора Судья Лоуренс Несколько минут Ваша честь Ответил Обвинитель Руденко Удивленному Судье Когда Открылась Дверь Подсудимые Замерли Это был Шок В зал Вошел Фельдмаршал Паулюс Взятый В плен Под Сталинградом В 43-м Году Кадры немецкой Хроники Сохранили Пышные похороны Устроенные Гитлером Паулюсу Фюреру Даже в голову Не могло прийти Что его Фельдмаршал Сдался в плен В пустой Гроб Был положен Маршальский Жезл В первом ряду Скорбящих Рядом с Гитлером Сидел Геринг И вот Покойник Восстал Из мертвых Это был Момент Истины Романа Руденко И всей Его команды Обвинителей Скажите Господин Свидетель Что вам Известно О подготовке Гитлеровским Правительством И немецким Верховным Главнокомандованием Вооруженного Нападения На Советский Союз 3 сентября 1940 Я нашел Незаконченную Оперативную Разработку В которой Речь шла О нападении На Советский Союз Разработка Была Закончена В начале Ноября 18 декабря 1940 Года Верховное Главнокомандование Вооруженных Сил Издало Директиву 21 Она Явилась Основой Для всех Военных И экономических Приготовлений К войне Гитлер Их одобрил 3 февраля 1941 Из числа Подсудимых Кейтель Йодем И Геринг Был ответ Паулюса Этого Нет В официальной Стенограмме Но говорят Что после этого Геринг Просто Завизжал Изменник Предатель Ты уже Получил Русское Гражданство Успокоил Его лишь Охранник Толкнув На место И демонстративно Пригрозив Дубинкой Это была бомба Звісно Дуже сильный Паулюс Подтвердил Это была Попередня Целеспрямована Продумана Спланована Змова Мыло из трупов Фабрично Обработанная Человеческая кожа Когда советские Обвинители Продемонстрировали В зале Трибунала Свои доказательства О преступлении Против человечности Судьи сначала Не поверили В происходящее Более того Даже заподозрили Обвинителей В преувеличениях И тогда В зале Трибунала Снова Погас свет На экране Кинодокумент О зверствах Немецко-фашистских Захватчиков Представленный Главным Обвинителем От СССР То, что Это действительно Документальные Кадры Официально Подтвердил Подписью Каждый Из операторов Снимавших Фронтовую Хронику Кадры На экране Лишили Многих Дара Речи После того Как в зале Снова Зажегся Свет Мертвая Тишина Стояла Еще Минут Пять Второму Судье Джону Паркеру Стало Плохо Затихли Даже Подсудимые Суды 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 Теперь мы их разобьем. Он уверен в развале международного процесса. А почему только мы, немцы, на скамье подсудимых? Ведь это ваши правительства, господа судьи, англичанин Лоуренс и француз Девабр, развязали нам руки в Мюнхене, — спрашивал Геринг из последних сил, пытаясь извернуться. Ему вторил адвокат Риббентропа. Пакт Молотова-Риббентропа и его секретная часть — это ли не подтверждение агрессивных намерений СССР? Защита делала все, чтобы вбить клин между союзниками, заставить их разругаться, но тщетно. Это стало испытанием для всех участников. В конечном итоге они осознавали необходимость единодушия. Обвинители Соединенных Штатов Америки, Британии, Франции, СССР один за другим уличали подсудимых в том, как они планировали и вели мировую войну. Раздел Чехословакии, порабощение Франции, разбойные нападения в нейтральных водах, планирование и ведение войны против СССР. По показаниям подсудимого Кейтеля, Гитлер собирался напасть на СССР в конце 1940 года. Уже раньше, весной 1940 года, был разработан план нападения на СССР. Документ, известный под названием «Вариант Карбороса». Этот документ подписан Гитлером и Оглем Кейтелем. Мы солдаты, мы выполняли приказ, защищались Кейтель и Йодль. На самом деле они и сами отдавали приказы один кровавее другого. Вы, подсудимый Кейтель, с именемый фельдмаршин, неоднократно здесь перед криминалом, уменовавший себя солдат, вы в сентябре 1941 года в своей кровавой резолюции танкционировали и подтвердили убийство тысяч безоружных солдат, попавших в бандер. Это правильно? Да. А это подписи Йодля на планах захвата Чехословакии, уничтожения Ленинграда. А вот это подпись автора расовой идеологии нацизма Альфреда Розенберга на плане раздела СССР. Именно Розенберга Гитлер назначил министром восточных оккупированных территорий. Фритц Заукель, комиссар по рабочей силе. Вот этот человек, возомнивший себя сверхчеловеком, отвечал за угон в немецкое рабство миллионов наших соотечественников. Подсудимый Залбер, назовите же, наконец, цифру угонных в рабство в Германии людей из оккупированных территорий. На основании ваших собственных документов я назову вам цифру 9 миллионов человек. Еще одно доказательство. Знаменитая зеленая папка Геринга. Ольденбург. План эксплуатации захваченной территории СССР. Экономическая часть плана Барбаросса. Подсудимый Геринга, и от стиля вашего выступления. Вы должны быть, как легавые собаки. Там, где имеется еще кое-что, в чем нуждается немецкий народ, это должно быть молниеносно извлечено и складом, и доставлено сюда. Это вы сказали? Да. День за днем, под напором неопровержимых доказательств, подготовленных международной группой прокуроров, обвиняемые признавались в совершенных преступлениях. Допрос за допросом. Свидетель за свидетелем. Так восстанавливали истину. Это кадры допроса помощником американского прокурора, нацистского преступника Отто Оллендорфа, Айн-Зацгруппы которого уничтожили сотни тысяч мирных людей на украинской земле. На этих кадрах обвинитель от Франции Шарль Дюбост принимает показания бывшей узницы концлагеря Аушвицберкенау Мари-Клод Ваян Кутюрье. Женщина вспоминает, как в одной из газовых камер закончились гранулы газа циклон-Б, и нацисты бросали в печи живых детей. 2 сентября 1946 года суд удалился на совещание и через месяц вынес вердикт. Приговорить к смертной казни через повешение рейхс-маршала Геринга, начальника партийной канцелярии Бормана заочно, рейхс-комиссара Нидерландов Зейс Инкварта, комиссара по рабочей силе Заукеля, начальника штаба оперативного руководства Вермахта Йодля, начальника штаба Верховного командования Кейтеля, министра иностранных дел Риббентропа, рейхс-министра восточных оккупированных территорий Розенберга, рейхс-министра внутренних дел Фрика, генерал-губернатора Польши Франко, редактор газеты «Штурмовик» Штрейхера. Приговорить к пожизненному заключению заместителя фюрера в Национал-социалистической партии Гесса, президента рейхс-банка Функа, главнокомандующего военно-морского флота Редера. Приговорить к 20 годам заключения руководителя Гитлер-Югенда Широха, рейхс-министра вооружения Шпеера, рейхс-протектора богемии и моралии Нейрота. Приговорить к 10 годам заключения рейхс-президента Германии Дёница. Радиоведущего Фричи, президента Пруссии Папена и рейхс-министра Шахта оправдать. Я думаю, что оправдание показало, в том числе, то, что судебный процесс был настоящим, то есть, что действительно он был состязательным, оправдание не было единогласным, как вы знаете, да, то есть, советский судья был последовательно против оправдания. Также были признаны преступными нацистская партия, служба безопасности СД, тайная полиция Гестапо и войска СС. Этот суд пронизан символизмом. Приговорены были те, кто был символами режима. Наилучшим подтверждением, что другие тоже виновны, стали последующие суды, которые продолжались еще два года. За два последующих года в Нюрнберге их было проведено 12. Рассматривали дела немецкого военного командования, промышленников, судей. Первым из них стал процесс над врачами нацистских концлагерей. Всего в Германии работало около 90 тысяч медиков, и половина из них была нацистами. Но перед трибуналом предстали лишь два десятка врачей, юрист и также двое чиновников, которых обвиняли в самых жутких экспериментах над людьми, и вину которых можно было доказать. Анатомирование живых младенцев, замораживание людей, ампутация и перешивание конечностей, заражение смертельными болезнями. Это лишь малая часть тех ужасов, о которых говорили на процессе. Семерых подсудимых повесили, девятеро остались за решеткой, в том числе четверо пожизненно. Еще семерых оправдали. Отдельно судили и бывших офицеров Айнзадсгрупп, иными словами, отрядов карателей. Главным обвинителем на процессе был Бен Ференс. Он расследовал их преступления, в том числе и совершенные на территории Украины. Их работа заключалась в следовании за немецкой линией фронта и зачистке безжалости евреев, цыган, женщин, детей, стариков. Они убивали душевно больных и коммунистов. Ярким примером является Бабий Яр. Я держал в руках доказательства вины подонков, виновных в убийстве миллионов людей. Жертвы в основном были гражданами СССР. Через руки прокурора Ференса прошло несколько тысяч дел нацистов. Осудить ему удалось только 24 главных преступника. На большее, вспоминает прокурор, просто не хватило ресурсов. Поэтому он уверен, дело Нюрнберга должно продолжаться в тех странах, где были совершены преступления. Мы ответственны перед выжившими и перед жертвами. Дать им понять, что мы закроем глаза на то, что они пережили, неправильно. Я придерживаюсь мнения, что справедливость должна быть независима от срока давности. Важность решения Нюрнбергского трибунала в том, что он дал юристам всего мира уникальную возможность преследовать нацистов за преступления, которые отныне не имели срока давности. То, что в Нюрнберге судили только организаторов, не дало индульгенцию исполнителям злодеяний. В 1958 году в небольшом немецком городке Людвигсбург к западу Нюрнберга правительство Западной Германии создало управление по расследованию преступлений национал-социалистов. Во время послевоенных трибуналов так и не были привлечены к ответственности сотни тысяч нацистских преступников. Вот уже 62 года следователи управления продолжают искать их по всему миру. В этом им активно помогают правительства других стран. Мы продолжаем работу международного военного трибунала, но в соответствии с нынешним законом. Преследуем людей, которые виновны в убийствах во времена Второй мировой войны. Даже если преступник в преклонном возрасте. К примеру, в 2011 году судили Ивана Демьянюка, который был охранником в концлагере Собибор. В 2015 году надзирателя концлагеря Аушвиц Оскара Гренинга. Через год приговорили к пяти годам тюрьмы охранника Рейнальда Ханнинга. Несколько месяцев назад еще один нацист из концлагеря Штутгов получил два года условно. За годы работы управления зарегистрировано 18 399 дел. Причем во многих из них фигурирует не один обвиняемый, а целые группы бывших нацистов. Немецкие следователи заверяют, несмотря ни на что будут расследовать дела нацистов. Пока жив хотя бы один из них. Только потом управление будет расформировано. Предположительно, это может произойти в 2025 году. Но дело Нюрнберга все равно будет продолжаться. Ведь преступлениями неонацистов в Германии занимается прокуратура. И никаких временных ограничений для таких дел нет. 1961 год. Аргентина. Израильская разведка Моссад осуществляет дерзкое похищение известного нациста Эйхмана, ответственного за окончательное решение еврейского вопроса. Сын преступника разболтал своей девушке, чей отец был в концлагере, что он сын Эйхмана. Эту информацию передали в Израиль. После длительной подготовки нациста схватили прямо на улице и доставили в страну под видом пьяного летчика. Вина Адольфа Эйхмана была доказана судом. Нациста казнили на виселице, так же, как и его товарищи по партии в Нюрнберге. Дело Эйхмана было продолжением Нюрнбергского трибунала, потому что ведь Нюрнбергский трибунал не рассматривал Голокост как геноцид. Процесс Эйхмана стал как раз первым процессом, когда непосредственно человека осудили за геноцид. Сегодня историки и юристы единодушны. Главное достижение трибунала – это 75 лет без Третьей мировой войны. Но нацизм хоть и был осужден, но не был уничтожен. Нацизм перестал бояться быть облеченным. Президент Германии на годовщине 75-летия концлагеря Аушвиц сказал, «Жаль, что я не могу утверждать никогда снова. Слишком много зла в мире. Экстремистские группировки в Штатах, организованные по нацистскому примеру. Формирование по всему миру с поведенческими характеристиками нацистов. Мы знаем, что это зло и к чему оно ведет. В итоге человечные и с достоинством люди должны будут противостоять всему, что представляет из себя нацизм». Вечер, 15 октября 1946 года. Стук молотков, как часы, отмерявшие приговоренным последние мгновения жизни, затих. В здании спортзала Нюрнбергской тюрьмы готовы виселицы, пахнущие свежим деревом. Во дворе слышен шум машин. Горит свена. Приговоренные в камерах смертников догадываются. Наступило время расплаты. Месяц назад во время вынесения приговора в зале трибунала дежурили медики со смирительными рубашками. Но они не пригодились. Как ни странно, но вердикт смертная казнь через повешение 11 обвиняемых встретили спокойно. В целом, в такой ситуации людина впадает, как правило, в ступор. И отбываются механистические действия. Поэтому большинство из них просто уже молчало. Прошения о помиловании отклонены. Впереди ночь казни. Последние письма родственникам, в которых ни слова раскаяния, ни слова о жертвах своих преступлений, только жалость к себе. В 19.30 приговоренного Геринга по его просьбе посетил священник. А после тщательного обыска – врач. Геринг на удивление спокоен. Его даже не раздражают жуткие крики Заукеля с просьбами о пощаде. Тот не в силах совладать с собой. Мечется по камере, вводя в нервный ступор остальных приговоренных нацистов. Геринг отворачивается от двери. Затем садится на кровать. Через мгновение раздастся хрип. До сих пор остается тайной, кто передал ему капсулу с ядом. Но дело сделано. Остальных уже ждет виселица. Позорная казнь, которую они заслужили, не как пораженные в войне, а как преступники. Энст Халтенбурна. Михаил Франк в милитарном оружии, в оружии против человечества. Что происходит с человеком, яку повешали. Вона висит. Вона хитается. Страшная картина. Голова на бок. Язик. Калюжа сечи. Исторично было закладено, что страта через Шибиницу это российской умовой назидание другим. Это и одночасно жест на майбутне. Вся жизненная дорога тех, кто возомнил себя сверхлюдьми, сократилась до 13 ступеней к эшафоту. Девушки отдыхают. Да. Как 있어 бой. Дай. Дай. Тай. Тай. Райх, и мощность, и правильность в веке. Аминь. 75 лет назад состоялся главный суд в истории человечества. Обвиняемые Нюрнбергского процесса были казнены. Вслед за ними наказание понесли десятки тысяч военных преступников. Многие, но не все. И сегодня еще живы нацисты и пособники палачей. Все они фигуранты будущих трибуналов. Без срока давности, без права на помилование. Субтитры создавал DimaTorzok